На процесс пришли как родственники обвиняемого, так и родители погибших солдат. При этом и те и другие считают, что майор сам оказался жертвой обстоятельств, а не виновником страшной трагедии. Сам Бахат Шайбеков находится под залогом, в суде сидит рядом со своим адвокатом. В начале процесса представитель воинской части отказался от имущественных претензий к подсудимому. Все снаряжение имущества, которое было потеряно в тот трагический день, сейчас полностью восстановлено. Также адвокат подал суду ходатайства от офицерского собрания части. Суд исключил из обвинения имущественные претензии воинской части. По согласию всех участников суд приступил к рассмотрению дела. Обвинение заняло почти 45 минут. Накануне трагических событий командир части выехал в служебную командировку и все руководство было возложено на начальника штаба майора Шайбекова. 16 февраля поступило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в горах. Несмотря на это, группа военнослужащих отправилась на учебные занятия в ущелье Коксай. При этом майор Шайбеков при выезде группы на учебное место вне пункта постоянной дислокации не принял мер по предотвращению гибели и травматизма личного состава. Не установил, своевременно не довел до подчиненных и не добился выполнения ими необходимых требований безопасности при проведении специальных занятий. Выезд группы был осуществлен в нарушении утвержденного командиром воинской части 91-678 майором Бролиновым с водного расписания. Выезд в ущелье Коксай не предусматривался и был запланирован только с 20 февраля 2017 года. В результате группы из 15 человек оказалась погребенной под снежной лавиной. Несмотря на оперативно организованные спасательные работы, откопать тела удалось лишь спустя 5 часов. 7 человек были найдены уже мертвыми и еще 8, несмотря на полученные ушибы и переохлаждение, были спасены. Подсудимый полностью признал свою вину. В своих показаниях майор признал, что физически не успел проконтролировать все события в части. Сам я по причине того, что 17 февраля 2017 года временно оставался за командой части и решал все текущие финансовые и хозяйственные вопросы части, проконтролировать в полном объеме порядок вырезы, проведения занятий и производства работ каждым подразделением части, в том числе подготовленную группу, не имел достаточной возможности. Подсудимый попросил учесть свою безупречную службу, а также то, что на иждивении у него находятся двое малолетних детей, престарелая мать и сестра инвалид. Судебное следствие продолжается.